Первая глобальная переделка в этом году велосипед Atom XC200 Comfort Я не знаю, какого года он выпуска, но клиент по его словам покупал его в 2009 году уже бэушный у одного очень известного тверского велосипедиста И вот с тех пор он на нем катался На данный момент здесь на велосипеде уже половина запчастей заменена на новые И они уже тоже износились Мы будем делать вообще все То есть менять колеса, менять всю трансмиссию, менять вилку Вилку поставим, смотрите какая, монету Монету вилочка Поставим сюда китайскую на 29 дюймов Колеса здесь 26 В общем полностью его изменим, модернизируем И я покажу, что получится Прошло чуть больше месяца, снег уже начал таять И велосипед готов Сразу скажу, общая стоимость ремонта Получилось чуть меньше 23 тысяч В тех ценах, в которых мы принимали этот заказ Что здесь сделано Во-первых, полностью новые колеса Втулки на промподшипниках Стандартный новотек Сзади под кассету Впереди под дисковый тормоз Соответственно поставили новую вилку И сразу поставили рулевую на промах Раму не мыли специально и не чистили То есть рама должна выглядеть как будто она сильно БУ Поменяли бесплатно вынос на более длинный и с чуть большим углом И плюс за счет того, что у нас вилка была 26, а теперь 29 Соответственно у нас велосипед стал значительно выше И теперь у нас руль наконец-то выше сидения Клиенту это и хотелось, будет очень сильно удобно Поменяли каретку Поставили педали на промподшипниках И поставили впереди только одну звезду Потому что клиент ездит только на самой большой звезде И передний переключатель ему не нужен Он был сломан Впереди клиент принес свой тормоз Поменяли колодки, рубашку и тросик И поставили новый диск Потому что старый диск был, к сожалению, не ремонта Не пригоден, скажем так Поменяли задние тормоза Поставили новые покрышки А камеры поставили старые Новая кассета Новый переключатель Потому что старый переключатель, к сожалению, еще сильно не улюстил Поставили копию шимановского переключателя Который стоит примерно в три раза дешевле, чем шимановский Работает адекватно Есть небольшие зависания на одной звезде в середине кассеты Когда цепь изгибается справа налево Но в целом все работает достаточно хорошо Опять же, клиент почему-то предпочитает ездить только на большой звезде впереди И там практически на маленьких звездах сзади То есть ему нравится со всей силы давить на педали Хотя это, конечно, выполняется не очень правильно Вот, то есть по большому счету На велосипеде заменена, скажем так, вся нижняя часть То есть все, кроме шатунов И колеса, и вилка Все, что вот вы видите ниже рамы Поменено на новое И обошлось это примерно в стоимость вот около 23 тысяч Дорого ли нет? Ну, смотрите Сможете ли вы купить велосипед на промподшипниках Дешевле там 25-35 тысяч? Это маловероятно А здесь, получается, клиент получил свою удобную раму Свое удобное сидение Свой удобный руль Хотя он вот такой достаточно небольшой И за те деньги, за которые он новый велосипед не купил То есть рама осталась старая и удобная А все остальное новое и на промах Вот, обода, соответственно, поставили тоже одинаковые Чтобы они не отличались Сейчас велосипед немножко покатается Немножко запылится И будет выглядеть не новым Что клиенту и нужно То есть у него именно вот такой запрос А так едет очень хорошо Накат замечательный Вилка даже отрабатывает Но, конечно, со временем она забьется Потому что ноги тонкие То есть резинки держат неплотно То есть если вы хотите, чтобы ваша вилка работала годами Нужно постоянно вот это вот протирать И, может быть, смазывать силиконовой смазочкой Чтобы резинки не дубели и не пропускали внутрь грязь Вот, следите за этим Есть вот даже у них, видите, кнопочка удаленного доступа Блокировки Можно отдельно докупить кнопку на руль Если есть такое желание Вот, велосипед готов Сейчас будем клиенту звонить КОНЕЦ